всем привет и сегодня в нашей передаче volkswagen golf у нас в наличии уже стоят винты будем ставить бушную пневму также на винтах стойки bc racing датчики положения кузова и само управления такое для начала начнем с того что если надо рассказать весь салон все это дело куда-то туда по грамотному по красивому провести само собой в машине все начались моего любимейшего процессора скидать все к херам снимаем пороги снимаем здесь все эти фигни чтобы у нас был полный доступ короче и вот полный доступ к порогам к проводам ко всей этой хера боли то есть к тем местам куда я буду опять же сувать свои любимые трубочки потому что здесь же еще будет дополнительные датчики на каждое колесо чтобы машина самую высоту такая держала короче вот теперь сюда надо будет пропихнуть всю эту фигню естественно также надо будет провести проводку на питание управление здесь по-моему будет с телефона короче это такое это сайфая тем временем готовлю проводку выкинул из старой всякую вот такую вот трубуху которая была знаете какие офигенные клеммы тут раньше были даже даже я такого никогда не делал ну знаете хотя бы пропаяна уже хорошо тут он тоже что-то типа пропаяна ну то есть человек как бы делал но как бы не совсем доделал ну ладно не суть что сделано мной во первых вот этот будет клапана блок клапанов это масса прямая это у нас на блок управления это у нас также на блок управления вот это у нас пошли провода один это датчик датчик давления как он называется у америкосов psn снуть сенсор типа давления и один провод на кнопку кнопку которая будет как бы включать случае отсутствия какого-либо другого иного управления здесь уже наш шланг с обратным клапаном и да и влагоделитель проводка как всегда в моем стиле то есть это пропаянные клеммы два провода две жилы все это для удобства обмотана изоленты чтобы была готовая коса здесь защита здесь у нас опять же релюха на компрессор предохранитель на компрессор масса как раз масса вот которая пойдет на блок клапанов и ну вот этот провод я уже сказал здесь также есть два предохранителя штатных по самом деле они только умеют тонировать я еще и могу растонировать вот именно здесь товарищ сказал давай-ка нафиг расклеим эту полусферу потому что как бы она ему нахрен не упала типа и пускай будет полная аква на самом деле я тоже считаю что либо лучшие машины когда она вообще аквариум полный либо когда катаны наглухо и поэтому сейчас я вот как заднее стекло уже по своей собственной методике снял сняв клей не повредив при этом линии подогрева стекла то есть подогрев это полностью рабочий и сейчас точно также сниму задние форточки чтобы ну или задние стекла не за как здесь это форточка или стекло считается куча вот это говно еще с тонировочкой надо сейчас снять под шумок будет аква стиль а вот так вот снимается друзья тонировочка с клеем мало ли кто-то не знает вот она и вот это вот эти вот полу это как не знаю видно видно наверно видно это вот есть клей который в принципе с этих стекол можно ощущать как как угодно кому как больше нравится но здесь я не вижу таких сложностей чтобы его отсюда удалить поэтому спокойно собираем так спустя 15 минут времени у нас полная аква клей удален тонировка удалена ну и собственно все если кто-то не знал я инженер так вот с помощью мата рисуем на фонаре круг ровно такой же как идет в нише запаски потому что квадрат туда не влезет и начинаем размещать это вот все добро примерно вот ну примерно так как она будет уже стоять то есть рисак проводка у нас уже назовем это готова теперь разместить все это красиво все поставить как надо и уже как-то пихать машину значит у нас как я уже как вам говорил это вот основное и к короче вот это называется и level это сами мозги сам блок и селом как бы вот просто это как бы и к у электро что там не помню вот эта хрень и level а и level это имеется ввиду управление с вайфая то есть управление подвеской будет именно с вайфая а вот этот блок клапанов аквейровский у них кстати своя трубка 3 восьмых по моему если не ошибаюсь она называется то есть не каждый понимаете ли сюда подойдет то есть здесь короче вот такая чуть-чуть хитрая короче система то сидите здесь даже сделан переходник вот это 8 трубка наша до 3 восьмых они вроде бы похожи но очень разные вещи рисак наш 12-литровый потому что здесь был 12 какой-то литров 5 типа от каена ну компрессор я уже вам показывал вееровский и вы теперь все это вырезаем и облагораживаем и готовим пока поставить машину спустя некоторое время все собрано все стоит это вот добро специально подставочки это предохранители это вайфай это клапана это пометочка какой какой выход какой датчик здесь все как обычно две обратки компрессор питалова здесь такая большая коса жирная проводов потому что я решил не отрезать датчики ну смысле тут как я туда идет огромный датчик блин огромный длинный провод на датчик давления я решил не укорачивать не резать ничего что просто смотал так чтобы он был как бы в родной длине здесь как вы видите россия но это все лучше как говорится самоделочка здесь так сделать свой логотипчик и в принципе все это можно ставить этот провод к ее по салону на питание и там на специальную кнопку чуть-чуть полюбившись прикинул систему то есть стоять она будет вот именно вот так вот пока не закреплено потому что здесь к сожалению ниша конечно такая узкая ну потому есть докатка здесь под ней сразу идет два рычага и здесь сразу идет банка то есть физически здесь мои любимые шпильки никак не заделать поэтому поэтому скорее всего здесь есть такой усилитель а просто саморезом зафигачивать этот усилитель ну чтобы не насквозь а именно чтобы именно все держалось я уже все подключил ну почти все то я провел питание на аккумулятор сейчас покажу провел передние трубки под капотом пока у нас это выглядит вот так вот то есть идет датчик на этом получается передней правой трубка точно так же на передней левой пока здесь питание здесь кстати на вагах такая знаете ребят интересная фигня где стоит аккумулятор блок предохранители вот здесь вот клемма а вообще одна то есть там как бы ничего такого нет идет распределить а вот сюда и вот именно сюда как бы я вот и законнектился вот из их вид присмотреться вот видно вот мой новый провод на питание то есть это как бы все пока пока в таком виде здесь мы уже все значит пока закрываем на сегодняшний и теперь надо будет до собрать с той стороны порожек придумать опять же как положить лучше задней трубки потому что у нас шлангов а проводов надо на датчике он их до хренища просто по длине также их тоже подключить где-то этот моток будет скорее всего спрятан чтобы как бы здесь этих всех копных проводов не было главное что трубки пока проведены это все приду но система опять же я сейчас пока не могу затестить потому что я еще не разобрался в самой схеме штатной от машины потому что весь aquare он работает от зажигания то есть сейчас надо будет еще найти зажигание провод чтобы включаться зажигание тогда уже вот эта фигня будет работать банально сейчас естественно ничего не подниму не опущу но хотя бы посмотрим послушаем компрессор чтобы он по идее должен накачать ну может чем там еще попшикать получится произошел первый запуск подсоединили эту фигню пока но пока это вот так вот ничего не пшикает никаких звуков нету пойдем смотреть что там тут у нас вот такой был переходник который с одной восьмой данную четвертую одна четвертая осталась внутри переходник треснул я начал выкручить и он отломался вообще на хрену основания весело а это это я устанавливаю как бы это я как бы я беру aquare и как бы кладу его на установку к нему ну все все понятно сейчас попробуем еще раз запустить посмотрим будет травить или не будет и так вот который выглядит вот такой девайс у нас сейчас получается зажигание включено а и 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 высоты то есть поставить подушки и тогда уже пытаться как-то это все настраивать потому что к сожалению вот прямо сейчас этой кнопкой короче пользоваться не получилось но приложение через телефон как вы поняли уже абсолютно все как бы все работает минус ли в том что можно с любого телефона управлять машиной наверное наверное нет потому что таки можно поставить пароль и уже скажем так к твоему и level другой другое приложение другим телефоном уже не подключиться поэтому сейчас в данный момент система установлена как я уже показал все стоит все работает суп шикает и теперь надо уже ставить заниматься стойками то есть именно поставить стойки и датчики высоты само собой датчик высоты ставится на подвеску здесь уже датчик это не совсем аквейер но что делать попробуем надеюсь будет работать вот но ставится он именно на рычаг и на балку или куда угодно чтобы машина понимала какое положение в данный момент у подвески здесь у нас принципе все просто берем старое говнище то есть вот эти вот винты вот эти стойки все это вот так вот откручиваем нафиг чтобы здесь ничего не было и думаю куда приколхозить датчики ну что ж первый тест получается значит наша конопулька в таком состоянии не ничего не работает но наверно она будет менять режимы относительно относительно вот этих вот это знаем что и защитная закалибровать наверно почему же половина белая половина красная давайте посмотрим что у нас получается а то есть вот смотри друзья в чем прикол это он по ходу выдает что типа чё то чё то с датчика может не знаю сейчас все нормально вот видите перед красным загрязь теперь этот непонятно но в общем все мы что мы имеем мы имеем в принципе рабочую пока систему то есть она поднимается она опускается датчики необходимо еще поставить опять же поставить морду все четыре датчики необходимо калибровать и тогда уже запоминать какие-либо положения автомобиля сейчас я еще раз гляну сами датчики чтобы там нормально у них был ход ну и остальное уже будем снимать потом днем я вам покажу и про морду и вот как бы все вот как бы и все так на винтах по брусчаточки ну вроде бы так знаете довольно неплохо как вы поняли сейчас мы будем заниматься мордой по идее в теории никаких проблем быть не должно поставил подключил опять также датчики и поехал но все ребят еще впереди сейчас посмотрим что у нас получится рабочий процесс движется как вы понимаете колеса понятно дело скинул здесь это я трубку прокладывал это вот для сравнения то есть обратите внимание вот эта штука она как упор является и винт короче как ни крути но даже если мы их положим так вот рядышком мы видим этот стабилизатор на одном уровне пипка на одном поэтому это байда до конца не встает и вот тут это очень хорошо видно но она уперлась она затянута все нормально не обошлось без геморроя с вот этим долбанным стабилизатором гаечку старую пришлось немножко демонтировать вот так у с помощью болгарки и закрутить туда новую сейчас я придумаю как поставить датчики и все это аккуратненько собираю и начинаю уже тестировать ну что компрессор качает смотрим что у нас тут получается датчики стоят подушки тоже ну что же давайте посмотрим вот так вот у нас уже пишет что-то клапана что-то с клапанами на с переднем верхнем но он в принципе работает да он работает так давайте попробуем значит во первых меню калибровка самое тесно пишет 15 минут может это занять поэтому блин пацаны давайте-ка я паузу нажму а там посмотрим это зараза мне теперь пишут что задний датчик что-то что-то короче не хочет то есть вот как вы видите типа красненьким горит но при этом как бы но это понятно что вот это у нас максимальный верх жопы это у нас максимальный верх морда то есть само собой но в принципе повыше чем сток наверно короче ребят узнает что там этот датчик блин выпендривается но подвеска был как бы счет не требует такого сверху поэтому поэтому не знаю короче посмотрим в теории сейчас должна была произойти калибровка то есть она уже сама поднялась через какое-то время она сама короче опустилась потом она начала поднимать каждую стойку ну наверно так поднимет каждую стойку пойму и вот на заднем когда начала поднимать задние получается вот это как раз левая она мне написала что что-то не так с датчиком честно я я хуй знает короче что там с этим датчиками так датчик работал датчик подключен на вход вход в нужном ну короче говоря все было нормально вот и когда ты получается по идее провожу ту калибровку у тебя должен уже тогда появится когда появится возможность создавать один из трех режимов то есть типа стелить например ездовое и джип то есть это как раз и вот эти режимы благодаря датчикам машина будет поддерживать то есть вот в чем именно плюс американская этой пиндоской системы сам фальшпол по идее он сам может будет делать как бы с этими датчиками пускай тоже сам разбирается у нас к сожалению такого договора скажем так не было поэтому ставить это все остальное пускай сам делает моя задача было все поставить все чтобы работала подключено потому что подвески бушка поэтому нечего такого сверху ждать вообще в принципе невозможно получилось у нас ребят уже вот что я вам показал и теперь уже можно в принципе машину отдавать нет ну это вот получается у нас и зад тоже наверху зад как-то ниже немного кажется ну опять же можно в моду хотя не можно чуть ниже клинец такой солидно но это все машинство все взорвалась подушка подушка взорвала вот кого-то эти не говорю что спереди по 4 пальца злоде типа 2 ну да может открутить я сам никто не знаю страшно это просто тут накинуто чисто просто ковер ковер накид нормальная шумка это типа я беру аквейер и устанавливаю там написано установка я на установку это вот там по идее как бы надо сделать какие-то типа две эти самые ну понятно и как бы по идее это спрячется та проводка спрячется и эта спрячется ну и так практически сталось только немножечко кроковато но я скажу что ну и сзади мотор просто так придется самому пачкаться давай ты сможешь мы в тебя верим не давай так так дать человеку хочешь что-нибудь надеть а то ему скучно станет а то ему скучно станет вон ступинатор а теперь надо будет попасть между между колесом и ступинатором ооо это самая тихая вещь посвятите болты где там длинные болты другие нужны да еще как его так болты тут просветили в верни колесо положит сюда в общем дворовые движения нас продолжаются установка лютейших колес ну да конечно не нет давайте стать мы не издеваемся мы так просто наблюдатели Ну, как всегда, вот и примерно считай, сколько надо ее выкручивать. А, она что-то еще выкручивает? Да. А, я тоже знал, что здесь как бы для канали поднимется. Это стиль. Это стиль. Расскажь, как на улице. Вот такая вот ночная движуха. Колеса он натянул. Естественно, потом он их еще в винты подкрутит, чтобы она, типа, валялась, там не валялась, короче. Ну, вы поняли. То есть, чтобы именно арочка ложилась так, как нужно. Там развал, сказал, сзади надо будет добавить. Ну, добавить, я думаю, без проблем. А на этом эта история у нас закончена. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Кому нужна пневма? Ссылки будут под видео. Подписываемся на канал, ставим лайки. И всем спасибо. Всем пока.